здравствуйте это гадание для безупречной девы гадаем мы на картах таро разные карты у меня будут гадаем мы на июнь 2023 года и в июне 20 2023 года как и в любом другом с нами случится страшное страшное летнее солнцестояние знаете неизбежно придет самый долгий день в году для москвы он составляет кстати 17 с копейками часов ну все это хорошо если бы ни одно но после летнего солнцестояния все мы знаем что солнце поворачивает к новой зиме хотим и того или нет вот этот вот день 21 июня день летнего солнцестояния отмечает половину года то есть это в общем июнь поэтому месяц отчетный немножко итоговый тогда мы можем и должны сделать выводы что мы сделали за полугодие поэтому подготовьтесь настраиваю вас из себя не сильно разные карты я хочу доставать из разных колод разные карты для девы ну как и для в общем-то ваших соседей по зодиаку соседей братьев по зодиаку настройтесь на гадание как всегда прошу вас позадавать картам ваши собственные вопросы здесь методика может быть у вас очень разные смотря как вы привыкли как вам легче и как вам кажется более правильно можете слушать гадание просто вы знаете сплошным текстом рассчитывая на то что ваши с ваших сознание и подсознание будут туда запоминать запоминать какую-то интересную значимую информацию можете каждой карте вот пока я ее достаю из колоды можете каждой карте задавать какой-то вопрос с ответом да или нет или какие-то нужные подсказки предсказания вспомним о том что предсказательная система таро это в принципе в принципе инструмент самопознание то есть ваши вообще ответы на все важные вопросы люди знают заранее я вас уверяю все что вас тревожит мучат все что вы хотите услышать узнать это где-то внутри вас находится и карты помогают это достать прозреть понять конце концов они себя готова да и так для девы первая карта карты называются золотое таро первая карта открывает расклад волнительно интересно так достаете вам жрица жрица карта сама по себе но это старший аркан поэтому она важная на в общем первый посыл такой для вас в этом месяце если не события важны то по крайней мере какая-то важная информация будет какие-то знания многие откроют тайны докопаетесь вы до какой-то тайны но не знают коммерческой государственной или до личной тайны может быть вам самим придется что-то скрывать карта сама по себе достаточно хорошая это вообще образа такой мудрой зрелый и в общем-то очень очень пассивной женщины и она говорит карта про то что вам придется в буквальном смысле что-то откладывать учиться ждать но не не просто знаете как ждать там что-то задвинуть на заднюю полку нет ждать очень осознательно осознанно обдумывать то есть здесь предполагается ваша позиция какая-то с одной стороны очень принципиально и совестливая а с другой стороны принимающие понимающие терпеливая то есть придется вам терпеть придется вам показать себя мудрее окружающих это в трудовом коллективе семье может быть мне кажется для девы это вообще не в новинку да вам с детского сада приходится быть мудрее всех кто рядом такова уж нагрузка вашего знака знаете про деву мне кажется это очень актуально да вот это выражение кому много дано с того много спросится и девам и работать больше других приходится да потому что все всем все прощается где вам почему-то монет обращайте внимание да на какую-то старшую женщину жрица это учительница поэтому можете в июне найти себе очень хорошего педагога ну или вообще просто специалисты например психолога или гадалку или там я не знаю учителя танцев учителя испанского может ведь вот что-то такое то есть такой знаете не давящее ненавязчиво но очень женский нежный авторитет есть мне кажется мы очень многие ждем чтобы рядом с нами жизни была вот такая женщина жрица это конечно образ феи из сказки золушка например да то есть жрица это женщина которая подскажет спасет поможет хотя вот на очень нематериальном уровне до нужно понимать что жрица ну редко раздает прям деньги жрица скорее дает информацию о том где эти деньги этом в будущем вы можете получить хорошее значение перечислила вам этой карты плохие теперь я хочу сказать карта очень статичны поэтому если ваш вам какие-то срочные дела очень срочные знать экстренные задачи то есть нужно рассечь пространство и очень быстро что-то решить чтобы быстро что-то поменялось дорога переезд какой-то вот экстренное там открытие или закрытие бизнеса какого-нибудь или экстренное нахождение работы или себя то не знаю карта это про время причем она про медленное время но собственно и призывает вас наслаждаться более процессом нежели ждать результата то есть одно из скажем так негативных значений карт именно в том что вам придется подождать и вот уметь ждать как-то правильно спокойно без истерикой не доводя до он их окружающих людей вот это вот задача вашего июня нет они нельзя сказать что это совсем прям плохое значение карта да ну а нам притормаживает вот скорость и притормаживает в каком-то смысле ваше рвение побыстрее все сделать то есть она советует не торопиться начало хорошее для девы приходит очередь царского таро и опять же про июнь что могу сказать но с астрологической точки зрения для девы июнь это хороший месяц знаете почему потому что это месяц близнецов а вы девы и близнецы это единоутробные братья и сестры да потому что вы все дети меркурий принципе весь июнь это месяц очень меркурианские меркурий покровитель ваш и я думаю что такой эффективный для вашего знака по крайней мере он не враждебный не но не полярный не имеет каких-то полярных значений для девы июнь все должно быть хорошо если должно хорошо складывать так вторая карта для вас для девы а так эта карта шут до снова видите как по крупному мы ходим с козырей зашли шут опять старший аркан опять важно шут это нулевой аркан нулевой километр отсчет чего-то нового почему здесь персонаж вот на карте видите как схватился за голову потому что он напугана перемены действительно шут говорят что вам придется что-то начать с нуля но вот это вот что-то наверное это определяющее одно дело начать с нуля учиться до какие-то курсы тем более мы тему учебу уже с вами как-то подняли и совсем другое дело ну например экстренно категорично работу менять да и начинать с нуля какое-то дело ремесло какой-то бизнес карта шут да действительно сообщает о дорогах но дороге как географические так и метафизические да то есть географический шут это переезд иммиграция это просто вот ваша адаптация начала ваш первый день ваш первый дом на новом месте в новой стране в новом городе ну как минимум в новой квартире допустим даже она на соседней улице находятся и дороги естественно метафизические то есть это путь в обучении в работе в бизнесе в отношениях затем мы почему-то игнорируем пока тему романтическую я жду более подходящих более красноречивых карт на эту тему но тем не менее шута шут это такая безуменка это такой действительно неконтролируемый очень инстинктивный очень даже иногда животный импульс с которого начинается любовь великая какая-то страсть а вот в целом получается так что вам в июне дорогие девы удастся подчеркиваю не придется а удастся это хорошо в моем понимании потерять голову потерять контроль над собой сделать что-то чего вы сами от себя не ожидали карта вас оселяет храбрости говорит да немножко глупости немножко без рассудства немножко без за такой знаете бесконтрольной отваги вам не повредят вступайте и в общем все будет хорошо шут рекомендует вам сделать то за что вас осудят другие люди потому что шут вот одно из таких значений тонких глубоких карты это отрицание или игнорирование осуждение игнорирование вообще любых оценок как похвалы так и порицание то есть прислушайтесь к себе вас наверняка есть уже планы на этот месяц что вы планируете что вы готовы сделать от чего вас все-все-все отговаривают и за что у вас но даже кто-то ругает вот как раз туда и надо вам идти представьте может быть работа может быть новая любовь могут быть отношения любовные например с человеком с которым вам все подружки не рекомендуют встречаться ой говорят нет наплачешься не ходи туда он плохой как в песне поется да вот ну шут вам это все разрешает далее немного из животного мира кошачий тару прекрасные замечательные карты которые мне прислала из далекой америке постоянная зрительница и подписчица спасибо ей большое кошачьи тару пожалуйста тоже попробуйте сюда задать кстати если ваши вопросы о деньгах июню пока про деньги вот непосредственных указаний никаких не было я бы обязательно рассказала поверьте если бы их увидела но пока мы видите старшими арканами оперируем то есть более абстрактные более такие отвлеченные категории обсуждаем и общие советы третья карта для девы ну вот вот началось я же говорю не может мы не можем пентакли проигнорировать девяточка девяточка пентакли вам выпадает это такой общий ответ наверное на весь ваш финансовый июнь порядок в танковых частях порядок ваших в денежных делах то есть доходы расходы очень расписаны и очень плановые на все хватит карта это вот не суть очень часто клетку кстати рисует на девятке пентакли мне смысл абсолютно понятен кстати здесь неплохой клетка это как символ не свободы да но в основном символ фиксации то есть именно девятка пентакли говорит что у вас не ну не выйдете вы за грамки своего бюджета денег получите столько сколько ждете и потратите ровно столько ждете соответственно и совет для вас именно такой заранее все посчитайте расходы и доходы дебет с кредитом сведите то есть у вас получится очень спокойно в плане делать в плане чего-то другого например я подозреваю что любви тоже беспокойство много а в финансах как раз таки все понятно все на месяц вперед вашей личной кассовой амбарной книги записано и опять же если вы успели на эту карту задать какой-то вопрос о любви то знаете девятка пентакли это карта холостяков и старых дев например новое романтическое знакомство в это время случится с побежденным холостяком с которым как известно мы знаем да ничего не поделаешь с человеком который ни на ком не женился ну и на вас тоже не жизнь извините а также девятка пентакли это может быть ваша позиция ваш настрой какой-то такой очень неромантичный то есть девятка пентакли это вообще человек персонаж ну в данном случае котик который блюдет свои только лишь интересы и вообще не готов объединяться с кем-то в пару делиться вот этой самой например добычей мисочкой своей птичкой вот этой вот своей то есть пока мы достали до 3 карты для вас и я вам все рассказала в общем но к вопросу о любви не самый романтичный не самый романтичный не самый страстный набор посмотрим что будет дальше у нас есть еще колоды вот абсолютная классика карта руай там думаю что это какой-то очень понятно это понятно и же очень колоду испыт испытанная такая проверено как говорят тысячелетиями но тут правда не узнаем можете с конкретный свой вопрос сюда задать о чем бы он работу про здоровье любовь опять же протушку что в июне июне отпускной курортный теплый солнечный до самое время устраивать личную жизнь напоминаю что осень быстро потом придет мы мы это знаем проходили все таки видите в какой-то дорогу вас судьба отправляет и карта шут был и шестерка мечей из хороших значений вы найдете выход из какой-то ситуации достаточно может быть трудной и затяжной вернее нет не то я сказала не вы найдете а судьба для вас найдет то шестерка мечей разрешает ситуацию но более или менее застойную или болезненную но так как они захотели высшие силы ангел они так как вы планировали шестерка мечей может например собственно дорога с работы да на вас может увести с одной работы на другую но не в тот момент когда вы к этому вот готовы и не тогда когда вы нашли идеальные новый какой-то для себя вариант есть судьба подталкивает судьба делает выбор за вас а вам остается только этому уроку подчиниться опять же дороги дорога за море карта называется то есть дальняя дорога очень даже возможно она не то чтобы спонтанная нет скорее всего вы заранее про нее знаете и в общем-то морально готовы просто она не по вашему плану например предполагается что вот эти наши герои изображенные на карте собирались плыть в одно место собирались плыть в другое место и в другое время понимаете да а их обстоятельства вытолкнули судьба вытолкнула именно теперь именно на этом судне именно в этом составе и именно в этом направлении как это получалось они сами не знают поэтому вот видите довольно грустные фигурки вот эти вот они с опущенными шестерка мечей мне нравится чем эта карта тем что она дает всегда очень явный такой понятный совет и знаете какой не спорить судьбой не спорить судьбой то есть опять то какое-то покорность руку в первую очередь чтобы он вас вел а не тащил то есть шестерка мечей да может вас увезти из работы может увезти из отношений может увезти из привычного насиженного места жительства и скорее смысл карта оптимистичны потому что хоть берега здесь пока наши герои не видят но они обязательно однажды увидят землю штурка мечей часто как спасение приходит но опять же здесь чтобы вам откуда-то спастись надо чтобы вы где-то влипли чтобы у вас в жизни был по-настоящему такой какой-то тугой кризис чтобы у вас какие-то узлы затянулись иногда шестерка мечей разрешает и конфликтные ситуации то есть как долгий конфликт в котором никто никому не уступает и непонятно чем это все должно закончиться и кажется что это никогда не закончится тут приходит шестерка мечей и просто набор внешних обстоятельств этот самый конфликт прекращает хотя бы той же дорогой потому что одна из конфликтующих сторон например уезжает далеко исчезает из поля зрения про любовь шестерка мечей не очень хорошую репутацию она имеет вообще-то да в теории таро потому что начало отношений при новое отношение продолжение отношений после какой-то разлуки очень даже с этой карты может быть то есть да вот эта дорога это опять же на как бы от человека человеку и все но опять же все не так как вы хотели или не с тем как вы хотели поэтому покорность покорность судьбе должна быть должна и новая колода у меня вот такие вот есть видите густавдара карты когда красивые выразительные я надеюсь что мы уже нам большинство ваших ответ вопросов даже в общем то ответили и вам все понравилось и теперь последняя карта она завершает тоже какой-то ключевой наверное совет должен быть для девы месяц достаточно хорош по крайней мере вам подходит вашему знаку я же понимаю чего вы можете ждать так и здесь у нас получается лишь шестерка жезлов очень хорошая оптимистичная карта завершает наш расклад я этому честно говоря очень очень рада то чтобы с вами не мало если вам придется где-то подождать да если вам придется где-то нарушить скажем там рамки рамки границы дозволенного если вам придется сильно разочаровать других людей удивить себя да если вам предстоит внезапная дальняя дорога какие-то внезапные дальние перемены в жизни все это приветствуйте всему этому радуйтесь потому что в итоге вы победите ведь карта триумфальная шестерка жезлов я не знаю тут можете вы это рассмотреть или нет есть какая-то триумфальная колесница колесница победителя видите кони люди все смешалось но обязательно ангелы какие-то сверху благодать проливают и звуки медных труп обязательно слышны по этой карте то есть в итоге концу июня где вы скажут ай да дева ай да молодец спасибо что были со мной я вам всем желаю насыщенного интересного теплого июня увидимся